Бизнес-ФМ Ростов. Свидетельство L-2-61-0103 от 8 декабря 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационной технологии и массовой коммуникации по Ростовской области. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ. Первое деловое радио. Главные темы. Новости на Бизнес-ФМ Ростов. У микрофона Лидия Романченко. Здравствуйте. Главные темы дня коротко. Бюджет Ростовской области принят в первом чтении. За арестованного Хуруджи вступил за глава агентства стратегических инициатив. Кризис праздник не испортил. Крупные компании от корпоративов не только не отказались, но и не уменьшили бюджеты на них. Губернатор Ростовской области прочитал отрывок «Войны и мира». Бизнес-ФМ. Новости. Бюджет Ростовской области на 2016 год принят в первом чтении. Депутаты законодательного собрания одобрили сегодня главный финансовый документ региона. Бюджет получился дефицитным. Его параметры к первому чтению составили 127 миллиардов рублей по доходам и 137 миллиардов 400 миллионов рублей по расходам. Разница почти 10,5 миллиардов рублей. Принятие документа в окончательной редакции запланировано на 17 декабря. Глава агентства стратегических инициатив просит проверить правомерное заключение под стражу своего представителя в Южном федеральном округе. С официальной просьбой об этом Андрей Никитин обратился к бизнес-обудсмену Борису Титову. Деловой квартал приводит отрывок этого письма. Цитата. Напомню, Александра Хуруджи арестовали в аэропорту Ростова несколько дней назад. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Дело касается спора между двумя компаниями АУ «Энергия», в которой Хуруджи является акционером, и ПАО «МРСК Юга». ТАНТК Береева выберет нового гендиректора. Об этом пишет коммерсант, ссылаясь на Центр раскрытия корпоративной информации. Заседание Совета директоров намечено на 11 декабря. На повестке дня досрочное прекращение полномочий генерального директора, генерального конструктора общества и избрание нового руководителя. С чем связаны кадровые перестановки, не уточняется. Известно, что пока еще действующий гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса, 36-летний Игорь Горевацкий, занял свой пост в марте 2014 года. Перед ним ставилась задача выполнения государственного оборонного заказа, серийное производство Би-200 для Министерства обороны МЧС России, а также увеличение темпов ремонта и модернизации самолетов стратегической и морской авиации. Нынешние экономические условия мало повлияли на ивент-рынок, зато многие компании пересмотрели финансирование. Если раньше деньги на праздник выделяли из бюджета фирмы, то сейчас предлагают скинуться на него всем коллективам. Есть и те, кто вовсе отказался от корпоратива. Таких процентов 20, говорит специалист ивент-маркетинга Оксана Лысенко. Но на выручку агентств по организации праздников эти 20 не особо повлияли, ведь крупные заказчики остались, причем с запросами не ниже прошлогодних. Разумные компании понимают, что как раз в таких условиях отказываться от корпоратива неправильно, потому что корпоратив – это, скорее всего, самый недорогой способ поддержать свою команду, поддержать своих сотрудников, дать им какой-то посыл, уверенность в том, что в следующем году будет все хорошо. То есть как раз в этой ситуации, если компания дала людям возможность почувствовать праздник, то она им дала какую-то надежду на будущее. Если как раз это было всегда, а сейчас отменилось, то тогда становится еще страшнее. Хотя спад спроса на корпоративы все же был, признается Оксана Лысенко, только в прошлом году. 2015-й, напротив, отличился стабильностью, без резких взлетов, но и без обвала рынка. Зато появилась новая тенденция – срочные заказы на корпоративы. На праздник компании все чаще решаются в последний момент. Губернатор Ростовской области прочитал отрывок «Войны и мира». Роман Льва Толстого Голубев прочитал как участник всероссийской акции. Проект «Война и мир. Читаем роман» продолжается уже несколько дней и близок к завершению. Так что донскому губернатору достался фрагмент первой части третьего тома, описывающий поездку генерала Балашова к Наполеону. Не обращая на Балашова внимания, унтер-офицер стал говорить с товарищами о своем полковом деле и не глядел на русского генерала. Необычайно странно было Балашову после близости к высшей власти и могуществу, после разговора три часа тому назад с государем и вообще привыкшему по своей службе к почестям, видеть тут, на русской земле, это враждебное и, главное, непочтительное отношение к себе, к грубой силы. Кроме Василия Голубева в акции участвуют еще 20 жителей Ростовской области. Проект посвящен Году литературы в России. «Войну и мир» читают в прямом эфире с 8 декабря. Первым чтецом стала народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Трансляция ведется на телеканалах «Россия-К», «Россия-1», радиостанции «Маяк», а также в сети интернет. Теперь о валюте. На пятницу официальный курс Центробанка. Доллар 69 рублей 22 копейки. Евро 76 рублей 7 копеек. И о погоде. В пятницу в Ростове пасмурно без осадков. Днем температура воздуха максимум составит 2 градуса со знаком «плюс», ночью около нуля. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра артутного столба. Информация предоставлена интернет-сервисом «Яндекс.Погода». «Бизнес.ФМ». Первое деловое радио. 106,6. Каждые 15 минут. Новости. Главные экономические темы и информация с торговых площадок. Каждые полчаса. Обзоры деловой прессы, а также новости компаний и корпораций. Каждый час. Все, что может понадобиться для вашего бизнеса и отдыха. «Бизнес.ФМ.Ростов». Держитесь курса. Бизнес-тренинг. Здравствуйте. Это программа «Тренинги» в студии Лидия Романченко. И наш гость – эксперт по маркетингу и бизнес-коуч, руководитель консалтингового центра Марина Демченко. Марина, мы в прошлый раз говорили об экспериментах в бизнесе. Хотелось бы об этом подробнее услышать. В эпоху перемен не опасно ли, не рискованно ли экспериментировать? Да, действительно, есть, наверное, опасения в большей степени, ограничивающие убеждения людей, что любые эксперименты, ну, во-первых, любое транслирование своих уникальных сильных сторон достаточно опасно, а, во-первых, не поймут, б, быстро украдут. С другой стороны, вот такая вот возможность экспериментов, ну, наверное, в условиях нестабильной ситуации, когда все очень быстро меняется не только в нашей стране, да, не только в нашем городе, но и в мире в целом, наверное, больше рискуют те, кто остаются прежними и неумолимо устаревают. Ну, собственно, вчерашний успех сегодня уже не гарантирует вам успеха не только завтра, но уже и сегодня. Плюс это вопрос гибкости, то, о чем мы говорили в предыдущих программах. Абсолютно верно, абсолютно верно. Только гибкость, только умение подстраиваться, только смелость экспериментировать может дать конкурентное преимущество. Конечно, это не значит, что из огня до полдня нужно кидаться сразу в любую возможность. Очень важно просчитывать, очень важно анализировать, очень важно смотреть, кстати, насколько, возвращаясь к нашим предыдущим темам, насколько ваши ценности, ценности вашей компании совпадают с ценностями вашего потенциального партнера. Почему это важно? Потому что на уровне действий, на уровне какого-то совместного продвижения договориться-то можно, и прописать все можно, и просчитать все можно. Но человеческий фактор прогнозировать значительно сложнее. И если вы понимаете на стадии только переговоров, что человеком движут совсем не те мысли, идеи, то есть, ну, как бы такой высший уровень, если он не совпадает, то, опять же, это подтверждено и моей личной практикой, и практикой клиентов, коллег, вряд ли что-то получится, или если получится, то ненадолго. А можно вот конкретные какие-то примеры? Конечно. Самый простой пример, да, который, в общем-то, любая компания сегодня может взять на свое вооружение, это объединение своих маркетинговых усилий в продвижении. Если у вас общая целевая аудитория, если вы транслируете, опять же, подчеркну, да, единая ценность, если партнер ваш, с которым вы работаете в этой ситуации, руководствуется с ее минутной выгодой, быстро там сорвать куш, да, и трава не расти, то раз у клиента происходит диссонанс, два, все ваши заявления о вкладе в развитие будущего, там, экономического роста, развитие территории, там, детей и так далее, он полностью сходит на нет, потому что сразу понятно, что транслируете вы одно, ну, а по факту вам нужно вместе со своим коллегой, вот, собственно, новым, да, партнером быстро сорвать большие деньги. Это влияет на репутацию, это влияет на позиционирование, в конечном итоге это влияет на взаимоотношения с вашими клиентами. Клиенты чувствуют себя использованием. Конечно, да, о долгосрочной какой-то вот такой вот, в каком-то сотрудничестве, да, о долгосрочной перспективе вашей дальнейшей работы говорить уже не приходится. С точки зрения совместного продвижения, самые яркие примеры – это создание, например, совместных мероприятий. Если вы работаете с партнером на стыке, то есть вы можете предлагать сопутствующие услуги, да, например, там, вказываете услуги в плане обучения, там, сотрудников, например, компании или бизнеса. Ваши клиенты работают в плане разработки им рекламных компаний, например, да, или печати полиграфии или еще чего-то, да, то есть вы можете проконсультировать своего клиента и тут же его передать в надежные руки вашего партнера, который, действуя с вами, вот, что называется, на одной волне, да, в рамках тех же самых ценностей, предложит уже совершенно конкретные пути достижения целей вашего клиента. И здесь может быть все что угодно, например, там, продажа оборудования и сервисное центро по его обслуживанию. Можно много привести примеров, но главный смысл в том, что клиент должен понимать, что переходя от одной компании к другой, он остается понятым, он остается на той же самой волне, он не брошен и, ну, вот, собственно, да, его ожидания не будут как-то там преданы, да, или нарушены его какие-то там ориентиры ценности. Любите своих клиентов, цените свою корпоративную культуру и ваше стремление и миссию в вашей компании. Это Марина Демченко, эксперт по маркетингу и бизнес-коуч, руководитель консалтингового центра, и я, Лидия Романченко, продолжим беседу в нашей следующей программе «Тренинги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова